друзья мои всех приветствую это охота на дичь мы опять я и наташа влаченко и михаил шитерман вышли на тропу в поисках дичи а впрочем искать и особенно не надо и всегда достаточно много вокруг здравствуйте михаил ну вот начну с того что наша любимая международная комиссия он не нашла доказательств что россия осуществляет в россии в украине геноцид на данном этапе мы все еще не дышали висновку что вид бувается геноцид мы чудово усведомлю ему за непокоеннят а закиды щодо цего злочину тому мы дослеживаем оце крок за кроком хотя я тут посмотрела такую диаграмму очень любопытную да там театров разбомблено 29 школ больше трехсот будибли о да то что называется там руководство области 23 но и так далее и так далее огромное количество просто ну гражданских совершенно там общежития железнодорожной станции житловые будинки и так далее что то если не геноцид ну геноцид не измеряется кстати говоря количеством уничтоженного имущества есть конвенция международная конвенция геноциде в ней прямо прописаны все критерии этого самого геноцида их там очень мало кстати просто очень мало я когда-то смотрел ну тут понятно что надо доказательства собирать тщательно но если поверхностно посмотреть то очевидно что полностью все пункты россии соблюдает все просто нужно это достаточно глубоко исследовать ну например даже такая такая простая история путин если вы помните накануне войны за несколько месяцев до войны опубликовал статью на своем официальном сайте что не существует никакого украинского народа что это вот один народ и так далее и это означает что их цель уничтожение украинского на они же отрицают существование украинского народа нападают на украину с целью уничтожить чтобы не было так прямо пишет наша цель уничтожение украины медведев да ну а путин это вот излагает свои программные статьи на основе которой состоялась война дальше байден сказал что цель россии уничтожение культуры украинской всех упоминаний там о культуре и так далее то есть это тоже признаки геноцида нет если посмотреть но опять на я же не не единственный судья понятно да одно дело я посмотрел другое дело как международный суд должен смотреть комиссия он как всегда наполовину состоит из тех кого назначила россия а вот я думаю что какие-нибудь другие органы которые будут работать с этим документами геноциде могут сказать что другое но с геноцидом есть тонкость геноцид как вы знаете признают каждая страна в отдельности то есть нет такого что кто то всемирный суд по геноциду такого нет там не знаю геноцид армян признали вот такие страны такие не признали. Голодомор, как геноцид украинского народа, какие-то страны признали, немногочисленные, какие-то признали. Так и геноцид россиян сейчас в Украине, он признан странами, может, до 10 стран, я думаю, уже признали это геноцидом. Парламент уже проголосовали, Европарламент проголосовал. Нам что нужно, чтобы таких стран можно как можно больше? Нам на самом деле ООН, честно, какая разница? Чем больше будет таких стран, тем в большем количестве юрисдикций мы сможем с россиян требовать, ведь геноцид нам придется потом с них требовать, десятилетиями, напомню, придется требовать. И вот появляются какие-то россияне в какой-то юрисдикции, юрисдикции, российские компании, российское государство. А мы можем их арестовывать, потому что в пользу тех, кто пострадал от российского геноцида. Но для этого нужно решение местного парламента. Вот даже простой пример, знаете, я все время с этим ношусь, но все-таки. Помните телеканал «Дождь» и журналист Коростылев, который сказал, что надо помогать там российским оккупантам. Знаменитый автор мема уже печально известного «Наши мальчики». Это же он. Да, вот тут очень важно, что он выступал на канале с латвийской лицензией. Это меняет вообще все. Если бы он выступал на канале, он же из Грузии, насколько я помню, вещал в этот момент. Вот если бы он выступал на канале с грузинской лицензией, Грузия не признает действия российской армии на территории Украины геноцидом. Поэтому его действия по грузинскому закону никак бы не преследовались. Ну, в смысле, решил, просит помочь каким-то солдатам. Мало ли каким солдатам он просит помочь. Но он делал это на канале с латвийской лицензией. А латвийский парламент признал нынешние все действия российской армии на территории Украины геноцидом. Поэтому получается, что по латвийскому закону Коростылев призывал к участию в геноциде украинского народа. Призывал поддержать геноцид. А это уголовная статья с точки зрения Латвии. Да, Латвия ввела на него запрет на въезд. Ему теперь запрещен въезд во все страны Евросоюза. Но этого явно недостаточно. Потому что вот есть статья, вот есть закон. И он явно совершил такое, ну, предположительно, весьма, я думаю, что есть большие подозрения, что это может так квалифицироваться. Ну, вот, знаете, то, что называется все ожидания обмануты. Все почему-то считали, что Эрдоган договорится с Путиным о возобновлении взрывного сделки. Но Путин отказал. Путин отказал Эрдогану. И это как-то так симптоматично. По итогам встречи этой уже сегодня, как бы, предварительные итоги известны, что он возобновит это соглашение только если будут выполнены все договоренности, касающие российского агроэкспорта. Просто вынудили принять это решение. Я имею в виду Россию вынудили. Так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. А мы знаем, что там главное условие – это свифт и аммиак. Да? Ну, то есть, как бы, это для него сейчас очень почему-то острые вопросы. Почему, вот в сотый раз спрашиваю, не могу понять, почему участие России так важно? Ну, почему, Михаил? А почему без них нельзя обойтись зерновой сделки? Если Россия не участвует, так нет никакой сделки, в смысле. А в чем идея вообще? Давайте так. Ну, идея, смотри, идея сделать Черное море свободным. Чтобы ходили свободно корабли. Все. Это называют это «Ардоган» зерновой сделкой. Кто-то еще как-то называет. Ну, что никто никому не мешает. Путин не хочет этого. Но не хочет и не надо. Значит, пусть тогда сопровождают турецкие корабли. Пусть тогда сопровождают эти грузы еще какие-то корабли, на которые Путин не посмеет напасть. Вот и все. Турция не готова воевать с Россией, значит. Вот и все. К сожалению, Турция не готова воевать с Россией. А у нас недостаточно военных кораблей. Ну, собственно, вообще практически нет, чтобы сопровождать свои собственные. Вот Черное море оказалось пространством вот таких пиратов российских. И мы не способны свои суда гражданские защитить от них. Не способны. Единственное, что мы способны сделать, и мы это сделали однажды и сделаем еще много раз, я думаю, это поражать суда самих пиратов. Как мы поразили... Какими дронами нашими, да? Да, да, да. Как мы поразили, например, нефтеренной танкер. Я думаю, что после вот этого... Я подозреваю, что с тех пор, после танкера же прошло, ну, сколько? Ну, уже больше месяца полтора, я думаю, прошло с того, как мы ударили по танкеру. И я думаю, что нас... Мы сейчас по просьбе Эрдогана, я думаю, не обстреливали новые гражданские суда россиян, потому что он рассчитывал вернуть Россию в сделку. И если это действительно не получилось, кстати, пока еще я бы так на 100% не говорил, да, потому что разное может быть, потому что они заранее говорили, например, что по результатам встречи не будет подписания договоренности. Это было сказано заранее. Значит, то теперь у нас развязаны руки, и мы можем спокойно продолжать уже бить по гражданским судам россиян, потому что мы объявили заранее, что это Черное море закрытая для них зона. И у нас есть на это полное право в качестве ответного хода делать вот такое. Путин сегодня вообще сказал, что я вот думаю... Ну, давайте сначала я расскажу, что очевидно, потом то, что думаю. Значит, Свифт, понятно, что они хотят там для Патрушева, торговлю этими удобрениями для Мельниченко они хотят, который вчера только выступал с каким-то большим материалом, что он, дескать, неправильно на него санкции ввели, он вообще не россиянин, он вообще за Украину и против войны. Это вот тот Мельниченко, про которого говорил Путин, что надо с него снять санкции, и это было его требование. Теперь так, в прошлый раз россияне почему пошли в сделку? Я думаю, потому что тогда коррумпировали турки лично Лаврова, просто дали ему денег, или дали по голове, или дали денег, я не знаю. И он Путина развел, собственно, словами, что Володя, все будет. Но ничего не случилось, а все уже было подписано. И дальше Путину лапшу на уши Лавров продолжал вешать. Сейчас он уже не поверил Лаврову, пошел договариваться сам, и выяснил, что договоренности нет, и обещаний нет. Ведь по прошлой сделке Россия не получала ничего, просто ничего, безвозмездно. Он соглашался. Ну вот, теперь, что сейчас? Вот есть эти открытые требования россиян, но я думаю, что есть закрытые требования. Потому что сегодня оно почти прозвучало из уст Путина. Он сказал, что Украина пыталась уничтожить газопровод «Турецкий поток». И что вот эта зерновая сделка должна предполагать, что мы не будем взрывать «Турецкий поток» газопровод. Но я думаю, он на самом деле сказал «Турецкий поток», а имел в виду «Крымский мост». Он хочет включить в сделку «Крымский мост», чтобы в обмен на то, что нам разрешают вывозить зерно, мы брали на себя обязательство не бомбить Крым, ну или «Крымский мост» уж точно, а может и вовсе Крым. Ну, конечно, мы на это не согласны, потому что главный принцип у нас, мы не обмениваем порядок военных действий, наши военные действия на какие-то там договоренности по поставкам зерна. Вот. Поэтому невозможно. Эрдоган, когда вы говорите, что рассчитывали на то, что Эрдоган сейчас договорится, но я бы не сказал, что так рассчитывали. Тут у него последний шанс, говорил Кулеба, на эту тему. Последний шанс вернуться к сделке. Там Гутерриш кричал, ну все же, вот же, все, что надо, что ты же подумаешь, снять санкции с Россельхозбанка, там и разрешить им торговать удобрениями. Только это решает не Гутерриш, и даже не Украина, и даже не Эрдоган. А Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, которые сказали, ни черта мы снимать с них не будем. Во что можно было еще поверить? В то, что у Эрдогана есть тузы в рукаве, что он достанет два козырных туза одновременно и побьет Путина справа налево и слева направо. Но, видимо, Эрдоган, у которого есть два туза, это, собственно, ГАЗ по турецкому потоку идущий, и войска в Сирии. Но Эрдоган решил не тратить эти тузы. То есть ему надо, но не так, чтобы тратиться. Не тот случай, да. Это тут, кстати, о пропаганде. Вот, знаете, ярчайшее. Сейчас мы покажем скрин этого. Такой есть у них пропагандистский канал «Царьград», там, где работает наш любимый Корчевников. Так вот они такой заголовок написали. Эрдоган приехал на поклон к Путину. Так они назвали прямую трансляцию. Но, по-моему, это очень, так сказать, ярко иллюстрирует, как работает российская пропаганда. Вот как она это все переворачивает и извращает. Кто кому приехал на поклон и так далее. Это все, конечно, но здесь есть нюанс. Главное здесь нюанс. Я вот подумал, когда прочитал эту новость, сначала подумал. Хорошо бы, чтобы Путину сообщили. О, Путину, Эрдогану сообщили. Ну, переводчики же есть. Можно сказать, смотрите, уважаемый Эрдоган. Вот видите, про вас пишет российская официальная пресса, телеканал официальный российский. Вот таким способом. Ну, чтобы Эрдогану было в следующий раз бы трижды подумал, ехать к Путину, не ехать к Путину за такие дела. А штрафовал бы Путина как-то за такое. И тут я понял, перевести надо не только текст. Перевести надо название канала. Что такое Цельград? Это ж они так Стамбул называют, русские, понимаете? А у турков-то главный лозунг. Это Стамбул, это снот Константинополя, да? Вот, поэтому турки категорически против того, чтобы это кто-нибудь смел называть Константинополем. А уж тем более Царьградом. Только, по-моему, на каком-то языке, на Балканах, по-моему, славянском языке вот это называется, Царьград. Стамбул называется Царьград сейчас. Вот. Вот это же сама провокация. Конечно, переводчики на эту встречу, по-моему, волновались. Потому что они сначала переводили о том, что Россия и Турция, так сказать, находятся в состоянии войны. Потом начали поправляться и так далее. Так что видно было, что как-то дискомфортно им переводить все эти речи. Ну, или волновались, или что-то знали. Тоже спорный вопрос. Могли ведь и знать что-нибудь лишнее. Вот. Ну, на самом деле, я не думаю, что есть какие-то сюрпризы. То есть, давайте честно, мы знали все обсуждаемые вопросы. Мы знали, что по газу они как-нибудь договорятся, скорее всего, договорятся. Потому что там Эрдогану нужно становиться таким южноевропейским хабом газовым. А ни у кого другого и шансов нет. Потому что только Эрдоган может связать воедино нитки из России, из Израиля, месторождение Левиафан и из Кипра. Все это у него получится, конечно. Я думаю, что вся его поездка в основном-то, конечно, не вокруг зерновой сделки, а вокруг истории про газ. И он там будет. У него все получится, потому что вот тут у него есть козырные тузы, а у этого трифовые шестерки. Кстати, закулисные дела этой встречи. Так, чтобы завершить о ней разговор, Белковский староумно заметил, что после смерти повара Пригожина, и, собственно говоря, и меню составить никому, потому что все было очень скудно. Салат из форели с огурцом, филе барабульки, суп харчо, и там горячий какой-то на выбор. На езер птичье молоко все. Обычно Путин засыпает гостей такого уровня различными блюдами. А тут все было очень сдержанно, очень так сурово. Ну, знаете, зато Путин предложил сразу же Эрдогану, прямо при встрече, что давайте приезжайте сюда почаще, в Сочи отдыхать. И я вот думаю, здесь товарищ Эрдоган осмотрелся, было видно, осмотрелся вокруг. А почему он осмотрелся? Он же, помните, вот любимая история Невзорова, тема он все время цитирует фильм «Пираты Карибского моря», когда Джек Воробей, попав в руки британцам, у него спрашивают, если ты пират, где же твой корабль? Он говорит, присматриваю. Вот и Эрдоган, он присматривает себе земли в Сочи, потому что этот узкий кусочек российской земли сегодня, где вот Анапа, Сочи, не факт, что после войны он останется за Россией. И я думаю, что Турция как раз заинтересованная сторона, чтобы сделать Черное море, ну, таком, скажем, законопатить его от россиян, чтобы была вот Украина, дальше кусочек Турции, дальше Грузия и снова Турция. Все будет такая нормальная конфигурация. Еще одна дичь, Михаил. Китайские банки предоставили, как оказалось, российским кредитным организациям миллиарды долларов. Это Financial Times пишет об этом. Ну, фактически Китай заменил финансовые организации, Запада, которые прекратили работу и сотрудничество с российскими компаниями за санкции. И выдал за это время, выдано, там, так сказать, до 10 миллиардов, то есть в 4 раза больше, чем было даже до войны. Ну, 10 миллиардов в рамках вот этого всего безобразия, это же что это такое? Это на зарплату Чивака Вагнера не хватит. Вспомнил, сколько они заплатили Чивака Вагнера. Не, ну, на самом деле, если серьезно, 10 миллиардов для китайских банков выделить кредитов россиянам, ну, это все, я думаю, какие-то, честно, копейки. Просто это все время кажется вот на фоне, знаете, как там, Россия увеличила поставки нефти в Индию в 50 раз. Ну, должна поставляла около нуля. Тут в 4 раза выросли кредитования в Китае. Ну, кто вообще кредитовался когда-нибудь в Китае? Вообще кто, кому приходило в голову идти в Китай какие-то кредиты брать? Ну, тут пришло, потому что больше негде. А главное же другое, почему в Китае люди берут кредиты? Потому что в долларах их взять невозможно. В смысле, ты берешь в рублях, которые обесценились в 2 раза за год, и что-то с ним потом будешь делать, они в 2 раза обесценились. Либо ты берешь, ну, в долларах не можешь, в евро не можешь. Так хотя бы в юанях. А как только ты берешь в юанях, то получается, ну, человек приходит брать, как это все работает вот в жизни, да? Человек приходит брать кредит. Не знаю на что, ну, не важно. На бизнес. 100 тысяч долларов он хочет на бизнес. Да, он же посчитал свой бизнес-план в долларах. Пришел в местный банк. В местный банк по России. Какой-нибудь там сибирский, уральский, дальневосточный банк. Вот. На что ему говорят, вот либо в рублях, либо в юанях. Тут говорит, в юанях. Потому что в юанях лучше, чем в рублях. Берет в юанях кредит. А в этот момент, где юаня берет русский сельхоз, в смысле, Сибирьбанк? Он-то кредитуется в этот момент уже в китайском банке. Вот так и происходит. Но у них там реально же в юанях уже какой-то значительный процент денег в России в юанях. Кстати, о Китае и о юанях. Собчак тут просто, она многие вещи начала открыто делать. Она открыто джинсанула перед выборами. Просто открыто. Какой-то даванка, в которого никто не знает вообще, кто это такой. Какой-то 7-го ряда депутат Госдома. Она с ним записала большое интервью. Но там из этого интервью следует. В принципе, оно совершенно неинтересно. Он такой похож. Скучный дядя похож на молодого Кириенко. Он говорит о том, что мы полностью, к сожалению, мы не можем больше с западом работать. И она говорит, так что же мы полностью под Китаем теперь? Потому что он показывает какую-то машину очередную русскую, которую сделали, в которой все составляющие китайские. Он говорит, да, но получается так. Ну а что делает там, типа, в сущности, это не так плохо, говорит он, тоскливо. Но по его физиономии видно, что это очень плохо. Что полностью там айфоны, техника и все-все-все теперь будет только китайское в России. Ну если отбросить их вот эти имперский бред, что они там кто-то, если вспомнить по-настоящему, что Россия действительно молодая республика, с которой там 30 лет, да, и которая действительно 30 лет назад оказалась в тяжелом положении, а сейчас быть протекторатом Китая, это на самом деле не так плохо, это хорошо даже, если отбросить бредовости имперские. Вот Вьетнам, например, страна, в общем, по экономической мощи сравнимая с Россией, да и по населению уже более-менее догоняющая Россию. Вьетнам, в котором, кстати, сейчас есть скандал международный, да, между Китаем и США по поводу участия, потому что китайцы, что-то там американцы то ли военных перебросили каких-то в Вьетнам, то ли что, сейчас не вспомню. Но прямо Китай воспринимает Вьетнам как свою колонию, к свою колонию, вот. И вы знаете, я вот был в Вьетнаме, про это все разговаривал со многими вьетнамцами, и они довольны, именно они все страшно довольны, они сами о себе говорят, и заметьте, это люди, которые не так давно воевали с Китаем. В 80-е годы была война, тотальная война с китайцами. И прошло не так много времени с тех пор, 40 лет, и вьетнамцы довольны, что Китай их сделал своим протекторатом, что Китай перенес туда множество производств, что действительно там производят мопеды и так далее. И что, ну ты едешь по Вьетнаму, это бесконечная фабрика, бесконечная китайская фабрика, и все работают. И у них уже 100 миллионов населения у Вьетнама, 100 миллионов. Вот, то есть у России там 140, да, где-то, у этих 100. А с 90-го года так оно удвоилось практически, ну там хорошо, не помню с какого года, но с 90-го на полтора точно умножилось. Вот, поэтому для России быть протекторатом Китая, это вполне себе хорошая, завидная судьба. Потому что иначе это нищета, бедность, голод. Конечно, под крылом Китая будет нормально. Но Китай, Китай же отличается, даже не просто протекторат, он же будет потихонечку их сжирать. Тут уже нет никаких сомнений. Как-то вздрогнул Рамзан Кадыров после, так сказать, того, как Пригожина не стало, и вдруг заявил публично. Я могу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то, преданнее меня, в вопросе уважения к нашему президенту. А что он вдруг с разбегу решил так сиятельную задницу поцеловать? Я не понимаю. Тут интересные, на самом деле, тезисы, они весьма странные, честно скажу, неожиданные абсолютно, и при этом интересные. Потому что, особенно это интересно в контексте судьбы Пригожина. Получается, что Пригожин, видимо, узнал, что есть кто-то более преданный Путину, и поэтому упал, от горя даже упал вместе со своим самолетом и ударился о землю, думая, что он обратится к Красной Девице. Но, видите, Красной Девице не обратился. Вот теперь Кадыров, похоже, заговорил о том, о чем говорят уже многие, в общем, все, кроме меня. Ну, честно, да? Западная пресса, в том числе, писала, что, я вот не вспомню, сейчас на прошлой неделе буквально, по-моему, Билд писал, что Кадыров следующий от Тель Путина, что Кадыров будет уничтожен следующим прямо в списке. И для меня это было все сюрпризом. Вот я, я честно подумал, что я что-то пропустил, потому что это буквально стало звучать вдруг из каждого утюга, что типа, все, следующим убьют Кадырова. А мне как-то казалось, в смысле, как, почему Кадырова, а что он такое сделал плохого, почему его должны убить. Ну, что сделал плохого Пригожина, мы знаем, а что сделал плохого Суровикин даже знаем. Но мы же никак не знаем, что сделал плохого Кадырова. Я лично так думаю, я могу ошибаться. Вот. И я в связи с этим даже, я помню, на прошлой неделе увлекся и провел опрос. Типа, кто же следующий после Пригожина. Я у себя на канале устроил этот опрос. И вы знаете, Кадыров набрал 22%. Это очень много. То есть он реально занял в опросе второе место сразу после Суровикина и прямо перед Путиным. Вот. У Путина 19%. То есть действительно люди считают, что Кадырова следующая цель. И он, видимо, об этом впервые заговорил. Он как это? Ты повесил мишень на грудь, стоит лишь тетиву натянуть, ты ходячая цель, ты уверен, что верен твой путь, как пел Гребенщиков на эту тему. Вот я думаю, что он задумался, что он следующая цель, и отсюда вся его риторика. Видимо, он что-то знает и Билд, и он, как бы, и мои зрители. А я ничего не понимаю. Как можно убить Кадырова? А кто тогда Чечнею будет управлять? Я не понимаю. Ну, там же все равно, как бы, Чечня же управляется с помощью российских денег, на самом деле. А глядя на Кадырова, по-моему, не очень поверишь, что он чем-то управляет. Разве не так? Ну, понимаете, с этими деньгами можно по-разному обойтись. Вот Украина тоже управлялась медведчуком при помощи российских денег. Но когда с него спросили, выяснилось, что он может только в военной форме... Да, Украина управлялась медведчуком с помощью российских денег. Он получал российские деньги на пропаганду, но он же никогда не управлял Украиной. Это вы не читали отчеты Медведчука в ФСБ. Он писал, что управляет он всеми. Все у него в кармане. Все олигархи его, все партии его, президента он назначил. Сейчас будем встречать с цветами, писал Медведчук в отчетах. Но выяснилось, что нет. А Кадыров более эффективный менеджер. Он деньги берет, и в Чечне нет восстаний, как бы. Но в Чечне, реально, не было в ней восстаний уже много лет. Поэтому вот так вот взять и сказать, нет, он ничем не управляет. Но как минимум под ним огонь не ведется из Чечни по российским городам. А не будет Кадырова, а как тогда будет? А кто будет это контролировать? Я не знаю. Деньги-то возьмут. Нет. То, что другой правитель тоже возьмет деньги, я же не сомневаюсь. И ему дадут, и он возьмет. Так было, так есть и будет. Но сможет ли как эффективно быть управленцем Кадырова? Я понимаю, что он в Астралии, все понимаю. Но, видимо, он до того, как оказаться в Астралии, выстроил какую-то систему все-таки, ну какую-то свою там. Ну, по крайней мере, всех убил там оппонентов, не знаю, что-то такое. Потому что мы же видим, что восстания до сих пор нету в Чечне. Хотя бы могло быть. Продолжим о людях, которые находятся в Астралии. В частности, вернемся еще к Путину, который на встрече со школьниками заявил, что назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения. И он сказал, что развитие науки в области генетики создаст оружие разрушительной силы. То есть вот мышление у человека какое интересное. Что бы ни случалось в мире, даже в науке и в генетике, надо создать оружие разрушительной силы. Понимаете, вот в чем дичь-то. То человек из одного только как бы ДОТа смотрит на жизнь, и все. Ну да, ДОТа, даже ДОТа-2, это такая игра есть, прямо из нее смотрят, скорее всего. Оттуда украинские участники отказались участвовать в Чемпионате мира по ДОТа-2 на этой неделе. Потому что туда россиян допустили с российским флором. Я так про ДОТа вспомнил. Но вообще говоря, у меня есть такое националистическое совершенно утверждение. Но оно, конечно, отчасти юмористическое, потому что я не националист. Так вот, что каждый народ, у него есть некая, как сказать, основная функция. У народа, у целого, есть основная функция. И как только появляется какое-то новое достижение в целом у человечества, то каждый из народов его берет и делает то, что он должен из него сделать. Например, когда появляется поршневой двигатель, то англичане делают из него паровоз, а россияне автомат калашников. Потому что россияне из всего делают оружие. И это все, на что они способны, ну, применить это как-то в военных целях, а не в мирных каких-то гражданских. А вот там англичане способны сделать из этого, ну, вот, не знаю, новый там прогресс какой-то, да, городскую среду. Евреи способны сделать деньги. Вот евреи обязательно заработают деньги. Как только увидят, что есть поршневой двигатель, он расскажет, как из этого сделать бизнес. Вот, ну, вот, примерно там. Ну, это я говорю, что это националистическое совершенно утверждение. Ну, вот видите, россияне его снова подтвердили, что раз генетика, значит, оружие из этого сделаем. Им же не пришло в голову науку. Давайте будем науку развивать, там, не знаю, помидоры вырастем и будем все сытые. Нет, мы сделаем из этого. Я так понимаю, там страшное оружие готовит дочура, потому что она же работает. У нее самая большая и самая такая дорогостоящая программа в области генетики. Это самый Сечин дает ей деньги. Тогда это старшая, по-моему, дочь Путина. К счастью для нас, я имею в виду сейчас даже уже не Украину, а все цивилизованное человечество. К счастью для нас, россияне ничего не умеют производить в технологическом смысле. Поэтому генетика российская нам совершенно в этом смысле не грозит. Она нам грозит в другом смысле. Мы видим этих вырожденцев, которых мы отлавливаем по степям Херсонской области. Вот в этом смысле генетика нам грозит. Вырождение и дегенерация россиян, которая произошла явно совершенно при Путине, за какие-то жалкие 20 лишним лет, произошла дегенерация. То есть люди превратились в дегенератор. Вот это поколение, оно выросло при тех, кто приходит, которых мы отлавливаем на фронте. Им сегодня сколько лет? Ну вот там 23-24. То есть люди отслужили срочную службу, а потом их мобилизовали. И вот они сейчас на фронте, да, или же они подписали контракты. И мы видим, что они все дегенераты, просто дегенераты кончены. Вот это генетика. Вот генетика стала оружием. Они сделали из людей дегенератов и отправляют их воевать. Ну да, такая тотальная шариковщина. Мы когда смотрели известный фильм, мы смеялись и считали, что все это далеко в прошлом. Оказалось, что это вполне реально в сегодняшнем мире. Про людей, которые вдруг начали высказываться. Потому что первые полгода во время войны все эти люди как-то помалкивали. А сейчас мы видим там, первым заговорил Маск, потом заговорил Папа Римский. Потом супруги Шрёдер появились на публике впервые после приема Германии в посольстве Российской Федерации. Говорят, что жену Шрёдера уволили после этого, после того, как они посетили. Но, тем не менее, они пришли на симфонический оркестр, держались за ручки, улыбались и вообще были достаточно счастливы. То есть они уже комфортно себя чувствуют, выходя на улицу. Чего нельзя сказать о Фридмене, которого поймал украинский журналист Михаил Ткач в Лондоне. Вы как представитель русских элит, которые хочут остаться жить в Лондоне. Я не даю интервью. Мне кажется, было бы правильно вам занять стороны и продемонстрировать публично свою позицию. Поэтому надо сказать четко, что некоторые начинают просыпаться. Вы видели эту обложку с Папой Римским на танке с буквой «З»? Да, да, да. Просто проснулся это Фридмен, когда его поймали журналисты, видимо, да, вы это имели в виду. Но вообще эти случаи, конечно, разные. Честно, давайте говорить, что они разные. Есть Шрёдер как символ вообще коррупции, символ того, как Путин научился скупать западных политиков, чиновников. Из-за того, что у них достаточно скудные в их представлении зарплаты, какие-то жалкие сотни тысяч евро в год. Людям показалось, ну как-то я вынужден жить за сотни тысяч евро в год, а ведь я канцлер Германии. И когда им начали привозить чемоданы по 10 миллионов долларов, то, конечно, они есть такие, кто поддался этому соблазну и вот продался. Но это случай Шрёдера. В случае, например, там Маска другой, его завербовали на истории с Твиттером, поэтому он работает на Кремль. Но это другая совершенно история. Да, тоже деньги снова, но деньги не в смысле там миллион чемодан принесли. А когда у человека были большие миллиардные проблемы, ему поддержали этими миллиардами его бизнес. Папа Римский, конечно, он вообще, он же продолжил, знаете, свою подрывную деятельность. Он не остановился на том, чтобы восхвалять Российскую империю. Он стал этим империалистом, причем империалистом, видимо, в смысле ученый-империалист, ученый, который изучает империи. Закончив с Российской империей, он поехал в Монголию позавчера. Да, и в Монголии выступил тоже. И потребовал восстановить Монгольскую империю уже. Как Фокс, Господи, Рекс Монголия. Короче, да-да-да, Великую Монгольскую империю, говорит, надо восстановить. Да что-то как-то зациклило папу на империях. Да, и он знает, что рассказал про Монгольскую империю, вы просто сейчас не поверите. Он сказал, что Монгольская империя была символом того, как народы разные могут жить в согласии. Я даже сегодня вот задал вопрос своим зрителям, давно ли они как бы были в Десятинной церкви в Киеве, ну, те, кто в Киеве, да, находятся. И как-то я подумал, что, наверное, никто, ну, давно не были, потому что больше тысячи лет назад она была разрушена монголами, и все жители Киева были убиты там, в церкви. Все, подчеркну, все. Видимо, в представлении Папы Римского это и есть содружство между народами, когда монголы приехали и убили всех жителей Киева. А точно так же можно посмотреть какой-нибудь фильм, типа там, не знаю, Андрей Рублев, и посмотреть, что делали монголы, да, с завоеванными территориями, и как именно вот эта дружба между народами тогда выглядела. Но тут становится все ясно, почему Папа Римский в таком восторге от Российской империи. Это же тоже символ дружбы народов, конечно. Ну, а как же, вот же, мы же видим. Ну, и Советский Союз тоже, я думаю, во славу Сталина и Ленина он должен сейчас петь песни тоже, и голодомор воспевать, ведь это тоже символ дружбы между народами. Да и война, собственно, Россия и Украина это и есть. Вот он образец дружбы между народами и мирного сосуществования. Ну, а как еще? Потому что он в буквальном смысле рассказал в Монголии, что война это мир. То есть Папа Орел такой получился. Ну, в общем, Папа монгольский. Вот, да, из Римского. Римский Папа, монгольский Папа, в общем. Ну, удивительно. Я думаю вообще, что это операция прикрытия. То есть сначала он выступил с настоящей своей целью обелить вот этот российский империализм. Но когда все стало плохо, на него обиделись не только мы. Литва вызвала посла Ватикана именно разбираться с этой проблемой. Что это еще за дела, про какие тут российские империи. И посыл Ватикана сказал, что он сейчас не может, что он сейчас в Ватикане. Но он приедет потом в конце сентября и обязательно все разъяснит. Папский пресс-секретарь выступил с разъяснениями. Когда это вообще было видно, что папский пресс-секретарь объяснял слова Папы Римского. То есть получается, Папа Римский, который разговаривает лично на небесах с Богом, лично общается, намолол чуши настолько, что пресс-секретарь что должен был? Звонить Богу и уточнять, что имел в виду Папа Римский? Откуда он знает, что Папа Римский, если тот с Богом разговаривает? Это же вам не пресс-секретарь, не Песков, правильно? Тут же Бог замешан во всем этом деле. Удивительно произошла, феноменальная история. И тогда они, я думаю, придумали, как пиар-ход им из Кремля подсказали. Ну, вы тут вляпались, ребята действительно погорячились. Какую-нибудь еще империю прославьте. Вот Монголия же есть. Давайте Монгольск. Ну, вот оно и понеслось. Ну, и в финале, наверное, немножко юмора и немножко серьезного, связанного с одним и тем же человеком. Украинские власти винят Шульцев в промедлении с поставками ракет «Таурус». Об этом пишет «Бильд», об этом пишут и другие издания. И никто не понимает, почему. Потому что «Таурус» то, так сказать, обещается, то, наоборот, отзываются эти обещания. И украинское командование в последние месяцы, особенно по месяцам сцепления, четко заявляет о том, что для продвижения на фронте нужны эти ракеты большой дальности. Вот, и Кулева об этом говорит, и многие другие. И поэтому, конечно, нам очень важна вот эта позиция Германии, которая на самом деле, она, ее нету четкой. Ну, и в связи с этим хочется показать мемы последних дней нашим зрителям. Шульц упал на прогулки. Мы не шутим над этим, конечно. Хотя он сам сказал. Я жду появления мемов, потому что он появился в черной повязке. Кстати, я отметила, что у него есть чувство юмора. Это очень классно, когда люди такого уровня, у них есть чувство юмора. Очень хочется, чтобы он проявил такую же свободу мышления, и в том, чтобы Украине дать на конец ракеты. Вот, ну вы правы. Только мне хочется, чтобы он даже не только как чувство юмора проявил свободу мышления, а как его внешний вид, чтобы его внутреннее содержание соответствовало внешнему виду. Мы понимаем, что выглядит он как пират. Безусловно, как пират. А ведет себя как чиновник. Вы там и нарисовали где-то, как Джек Воробей, знаете. Конечно, да-да-да. Он выглядит как пират, а ведет себя как чиновник. Не пристало человеку, который ходит с такой повязкой, у него там еще и шрамы появились на себе, не показываю, на лице. Вот. Так он должен тогда уже по-пиратски, чистые, передавать нам ракеты и сказать, мочите этих, ну, понятно, кого. Вот. Топите их корабли, должен сказать. Все, короче, должен сказать, полный вперед. Вообще все вам в парусатых, так сказать. И 15 человек на сундук мертвеца и бочонок Рому. А он занимается каким-то крючкотворством, буквально бумагоморательством с этими ракетами Таурус, потому что он потребовал от Министерства обороны Германии, чтобы они изменили конфигурацию ракет Таурус перед передачей нам, на то, чтобы мы не могли бить по территории Российской Федерации. И только тогда он сказал, мы передадим. Но сначала, то есть это не мы должны, а они, их военная промышленность, должна ограничить дальность полета этих ракет, и тогда можно. Ну, я думаю, что пирату не пристало. Пират не проверяет, какая дальность полета ядра перед тем, как помчаться на британский фрегат. Пират просто берет его на абордаж. Поэтому пожелаем Шольцу две вещи. Скорейшего выздоровления в хорошем смысле, действительно, конечно, потому что он наш большой друг. Но чтобы вот его уроком извлеченным был вот этот пиратский дух, которым он сегодня буквально пропитался. Ну что ж, ждем решения ИСШПФ-16, уже конкретного, да, потому что очень часто немцы ссылаются на то, что им нужно для этого решение Соединенных Штатов по Ф-16, одно без другого невозможно и так далее. Хотя мне непонятно почему, вернее, мне-то понятно, они говорят, что это носители. Но дело не в этом. Я думаю, что они могли бы между собой договориться. Ну что ж, друзья мои, это была охота на дичь. Михаил Шительман, я Наташа Влащенко. Призываю вас подписаться на канал Михаила и на канал Власть Версус Влащенко. Вы понимаете, что это эквивалент вашего доверия, которое для нас важно. А все ваши комментарии мы читаем и до следующей недели удаляемся на тропу опять. Спасибо, Михаил. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин